Валентине Григорьевне врач советует снять повязку, чтобы потом было проще разрабатывать руку. У нее типичная для этого времени года травма. Подскользнулась на первом льду 13 ноября и с тех пор ходит с гипсом. Я просто спешила, а к каблуке у меня очень скользкий сапог. Я уже сколько раз в них скользила. А это вот я, там такой грунт был, в общем, такой, грязь замерзшая. И где там льдинка какая-то была, я не видела. Я просто вот на нее попал каблуком, поскользнулась около. Сняг только выпал и особого гололеда еще не было, а поток пациентов во втором травмпункте уже увеличился в два раза. Основные травмы – это травмы, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, ну и, соответственно, верхних конечностей также. Лучи, дистальные метаэпифизарные переломы случаются, и по нижним конечностям наружные лодыжки. Ну, травмы еще и более тяжелые бывают, те, которые требуют уже лечения в стационарах. Основной поток пациентов с травмами – люди пожилые. Им врачи советуют без особой надобности в такую погоду из дома не выходить, а перед прогулкой соблюдать ряд простых правил. Покупайте хорошую обувь, которая не стынет на морозе и не становится скользкой. Во-первых, передвигаться не торопясь, смотреть под ноги. Обращаться в ортопедические протезные предприятия, там продаются противоскользящие приспособления, которые одеваются на верхнюю зимнюю обувь. Вот их тоже использовать. А если все же досадного падения избежать не удалось, нужно не терпеть боль, а сразу вызывать скорую, советуют врачи. Кажущиеся безобидными травмы могут привести к тяжелым последствиям. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».